Я в последнее время тщетно пытаюсь найти какие-то новые свежие фильмы на обзор. Вот те, которые выходят. Понятно, что летом в кинотеатрах премьер немного, но тем не менее за последнее время я пересматриваю какие-то вышедшие фильмы не только сейчас, но там и месяц, два, три назад. Каждый день что-то пытаюсь скачивать, смотреть. И чем дальше, тем больше я убеждаюсь, что это невыносимо. Я на днях посмотрел, знаете что? Посмотрел, да. Три мушкетера с Евой Грин. Вот недавно в кинотеатре был этот фильм. Слушайте, он был такой плохой, что я его досмотрел до конца, потому что я не мог поверить, что такая достаточно масштабная экранизация она будет сделана настолько... Мне все время казалось, что сейчас за кадром будет смех, потому что это какой-то розыгрыш. Ну потому что не может быть так плохо. Не могут быть герои такими, какие они есть. Не может Д'Артаньян быть плодом инцеста. То есть это человек с лицом, имеющим следы вырожденчества генетического. Он просто урод, как и многие другие люди его окружающие. Констанция, например, тоже имеет не очень здоровую внешность. Но я не говорю о том, что героев в этом фильме не представляют в начале. Интриги нет, мотивации нет. Королева ведет себя как идиотка. То есть весь фильм есть ощущение, что снять человеком с полным отсутствием какого бы то ни было здравого смысла. И это полномасштабная, крупнобюджетная экранизация, которая показывается в кино, на которую люди ходят, в том числе и в России. Да, наверное, они не очень довольны, но тем не менее денежку за кино они заплатили там 200-300 рублей. Это не так много, и они досматривают его до конца. Они же потребляют этот продукт. Ведь people have it. Отсюда у меня... Это не единственный фильм, который я посмотрел. Я за последние три дня перелистал, наверное, спиток последних фильмов. И ужасы не смешные, детективы не захватывающие, любовные истории никакие. То есть вообще не захватывает ничто. Ну, разумеется, что везде мужеподобные бабы, женоподобные мужчины, гетеросексуальные мужчины – это самое большое зло, негры на главных, ну и так далее. Вы все это знаете, все это уже неинтересно и не смешно. Я все время, неоднократно до этого момента, и все время задаюсь вопросом, почему? Когда-то я говорил о том, что кино стало не самым важным инструментом в формировании смыслов, и как оружие кино больше не нужно. Но тогда хочется спросить, а что, есть какое-то другое место, где смыслы в кино они пропали, а где-то эти смыслы появились? Да по большому счету нет. Они везде пропали. Причем они пропали как в России, в российском кино их нет, так и в западном кино захватывающих сюжетов, интересных фильмов больше нет. Старые фильмы, да, они до сих пор в фаворе. Новые фильмы, ну, какие-то крохи появляются, но не сравнить с тем, что было раньше. И мне конкретно сегодня пришла в голову мысль, которую я хочу с вами поделиться, почему у нас закончилась культура. Нужно четко понимать, от чего мы в процессе просмотра художественного сюжета получаем удовольствие. Вы скажете, от переживаний, от красивых героев, от захватывающих сцен. Это все прекрасно. Давайте посмотрим чуть глубже. Эти переживания возникают от чего? Эти сцены являются захватывающими. Почему? И так далее. Я вам назову причину, которая, наверное, покажется вам неубедительной. Но вы меня знаете, поверьте мне, что десятилетия драматического разбора и годы аналитической работы говорят мне, что это именно так. В биологическом смысле приятные ощущения, ощущение счастья и удовольствия от просмотра у нас с вами вызывают новые способы достижения цели, которые каждый конкретный герой для себя обнаруживает. Ну, Форест Гамп, он был глупым, тупым, а в конце стал умным и сказал очень сложную философскую вещь. И в этот момент у нас с вами происходит катарсис. Потому что он для себя обнаружил новый способ поведения, и у нас возникает катарсис. Поэтому мы чувствуем с вами удовольствие от просмотра только тогда, когда герой на наших глазах изобретает некий новый способ поведения. Тогда мы чувствуем с вами удовольствие. Способы поведения новые закончились. Способы достижения цели закончились. Не культура закончилась. А мы израсходовали все возможные способы поведения для достижения каких-то целей в рамках той парадигмы культурной, нравственной, человеческой, в рамках которой мы существуем. Мы в этой игре проиграли все ходы по возможным достижениям цели. И в этой игре мы пришли с вами к тому, что следующий шаг для того, чтобы нам хоть чего-то достичь, это война. Вы меня не понимаете. Хорошо. Мстители. Война. Бесконечности. Помните, чем заканчивается? Продуманный, осмысленный, неприятный, но так необходимый геноцид. Надо щелкнуть пальцами, чтобы половина вселенной исчезла. Это неприятно, но это справедливо. Ведь никто не делит на плохих и хороших. Они просто безболезненно исчезают. Это нужно принять. Это идея, которую нам доносили последние фильмы Марвел. Идея геноцида на сегодня является новой идеей, которая цепляет наш слух. И то, что сегодня происходит, это воплощение этих идей. То есть мы пришли к той грани, за которой война, геноциды и уничтожения являются свежими идеями, возможными сейчас, востребованными обществом, потому что обществу плохо. Развитому обществу плохо, потому что оно перестало получать удовольствие от жизни. Европейцы перестали получать удовольствие от жизни. Посмотрите фильм «Один плюс один», где герой негры служит у миллионера. Именно европейский фильм, французский, да? «Один плюс один». Не американский ни в коем случае. Вы же понимаете? Это я в своем разборе платно рассказываю о том, что там высохшая, устаревшая, рассыпающаяся, больная Европа, которая ничего не чувствует в лице этого миллионера, берет к себе на службу молодого, красивого, элегантного, умеющего добиваться любыми способами, в том числе и насилием своих целей, слугу, и говорит ему, когда тот его бреет, «Один короткий удар, и все кончено». Покончи со мной, я больше не могу жить. У меня нет повода для жизни. И мы испытываем катарсис, когда Европа в лице этого миллионера пытается покончить с собой. У нас есть катарсис. Мы видим в этом новый способ достижения цели. И вы слышите, какой ужас я вам рассказываю. Поэтому мое предположение заключается в том, что проблема исчезновения культуры это прежде всего проблема исчезновения идей по причине того, что мы все их с вами уже пережили. Здесь, конечно, можно добавить еще аспект просто информационной усталости, информационной загруженности, информационного шума, за которым мы уже перестаем различать даже хорошее кино, хорошие истории. Мы уже не можем переживать, потому что у нас так много в голове, что туда больше ничего не лезет. Да, это тоже причина, но эти причины живут в совокупности. Этот шум появляется от того, что хороших идей нет, и мы пытаемся их восполнить большим количеством хоть чего-нибудь, хоть котиков, хоть, не знаю, там, каких-то других роликов или тем, которые вам нравятся. Европейцы, вон, занимаются ЛГБТ-повесткой, возможно, когда тебя имеет мужчина, ты чувствуешь хоть что-то, если ты с женщиной уже ничего не чувствуешь. Или ты имеешь мужчину, или, не знаю, там, не буду дальше фантазировать по списку, кого ты еще можешь иметь, или тебя, кто может иметь. Они тоже хотят почувствовать, для них это способ хоть что-то пережить. Ворожденчество? Конечно, ворожденчество. Возникает логичный вопрос, что делать в этой ситуации? Ну как, идти за европейцами? Это не наш путь. У нас он не приживется. Заниматься геноцидом и войной, ну, это неизбежно. Мы в нее уже вступили. Вопрос в том, кем мы из нее хотим выйти. Мне кажется, что пришло время сохранять себя. Вот найти то ценное, что для тебя важно за всем этим информационным мусором и сохранять себя, сохранить какие-то важные для себя идеи, поступки, нарративы, именно важные, а не вторичные. В рамках своего канала за последние, сколько там лет я каналом занимаюсь, ну, уже больше пяти лет, мне кажется, я нащупал многое, что смог передать вам какие-то важнейшие вещи, важнейшие открытия, как, например, список Шиндлера или великий обман Стивена Спилберга, когда уважаемый и любимый всеми фильм список Шиндлера является прямым обманом и ведет к тому самому геноциду, к которому мы сейчас пришли. Весь фильм обман. Есть лекция и ролик, ролик, я не помню, есть у меня, есть лекция, на которой я об этом рассказываю. Фильм «Обыкновенный фашизм». Все знают фильм «Обыкновенный фашизм». Фильм, рассказывающий об ужасах фашизма. Ужас заключается в том, что фильм «Обыкновенный фашизм» рассказывает не об ужасах фашизма, а об ужасах тоталитарного государства, и там Советский Союз отражен в не меньшей степени, чем гитлеровская Германия. Они там приводятся к одному знаменателю. Это одно и то же, говорит нам режиссер. Не верите? Давайте устроим лекцию. Мы сейчас с вами пытаемся осознать окружающий мир, оценить и осознать. Поэтому я начинаю понимать, что именно этим я и занимаюсь. И именно этим мы сейчас занимаемся здесь. Вот в студии, где проходят мои мероприятия, уже было проведено три лекции. Я вам вкратце расскажу, что мы делали и почему это было интересно. Первая лекция была по фильму «Цой Алексея Учителя». Слушайте, удивительная лекция, потому что повод вот такой, вот такусенький фильм «Цой Алексея Учителя». Ничего, казалось бы, интересного, какая-то фитюлька. Я к концу лекции, я не знаю, зрители, судя по всему, тоже был в таком величайшем восторге того, к чему нам удалось прийти, что мы в этом невзрачном фильме смогли обнаружить и пережить. Это был абсолютный эмоциональный восторг. Мы пришли к катарсису, к полноценному катарсису. И если бы не наше совместное обсуждение этого фильма, никто бы к этому катарсису не пришел. Мы его сотворили здесь. Вторая лекция была по Шекспиру, по Гамлету, по экранизациям Гамлета. Самым известным Кузинцев, Лоуренс Оливье, Франко Диффирелли, смеюсь, потому что это вообще еще там была одна 2009 года экранизация и Кенета Бранна экранизация. Вот мы рассматривали, кто в этих экранизациях как нас обманывал, а обманывали все, кроме одного. И искали в этом ценность, искали то, чему можно довериться, и, как ни странно, в конце концов нашли. И третья лекция была по «Однажды в Голливуде». Она вызвала самый большой интерес, потому что билеты на лекцию начали продаваться только тогда, уже тогда, когда я на своем сайте просто разместил страничку с билетами и даже не анонсировал об этом ни в ВКонтакте, ни в Телеграме, ни на Ютьюбе, нигде. Их уже начали раскупать. Их раскупили до мероприятия, и еще люди просились, мне приходилось стулья добавлять. Лекция про «Однажды в Голливуде» была крайне познавательная, потому что никто не может понять, о чем там рассказал Тарантино. и абсолютно все обзоры, которые существуют, не раскрывают вам тайны и неубедительны обзоры про то, что Тарантино такой добрый режиссер, что он всех спас в конце, неубедительны даже в такой формулировке. Поэтому я свою работу буду продолжать. Эти лекции будут проходить здесь у меня в студии. Самые интересные лекции, например, самые лекции, которые больше всего возбудили аудиторию, я буду выносить на больший зал. Возможно, однажды в Голливуде пойдет именно на больший зал. Я обязательно приеду в Москву с лекциями. Кстати, если есть какие-то компании, которые хотят устроить у себя подобные ивенты, пожалуйста, в корпоративном секторе, я много лет работал, мы можем организовывать такие просмотры, обсуждения, такая своеобразная политинформация. Я и сейчас этим занимаюсь. Есть частная гимназия, которая для своего педагогического состава, в качестве образования этого педагогического состава, приглашает меня читать все эти лекции. хорошая гимназия. Вот, и я подумал о том, что здесь у меня в зале, так как зрительный зал легко заполняется, мы можем попробовать разные вещи, мы можем рассказывать о фильмах, я очень хочу устроить встречу по ходячему замку Халла. Хочу, потому что это такое переживание, которое хочется усилить, которое хочется прожить, в котором хочется разобраться, в живую разобраться. Я очень хочу поговорить об молчании ягнят. Вот поверьте мне, вы оттуда унесете такую вещь, которая вас до глубины души позволит пережить катарсис, который затронет самые глубокие части вашей души. здесь же мы можем устроить мероприятие, посвященное, например, ораторскому искусству и публичным выступлениям. Я, как педагог по ораторскому искусству, как актер, который учился, и как практикующий педагог, могу вам рассказать, тем, кому это интересно, что нужно делать для того, чтобы говорить, ну, не так свободно, как я, но, по крайней мере, стремиться к этому. Я же разговариваю с вами вживую. Никакого текста перед глазами у меня нет. У меня даже склеек нет в ролике. Это просто живая речь. Если бы передо мной сидела аудитория, это была бы речь, направленная к аудитории. Я общаюсь с вами вживую, не через телетекст. Я живой человек. Поэтому мероприятие по подготовке публичных выступлений такое специализированное для тех, кто в этом нуждается. Мы можем здесь провести. Мы можем здесь играть сцены из Гамлета. Вот он, маленький театральный зал. Я планирую взять первую сцену из Гамлета, самую скучную и самую бессмысленную. Это где стражники, на башне приходит Горацио, призрак. Сцена оторви и брось. Вообще неинтересно. Я хочу сделать так, чтобы люди посмотрев эту сцену сказали я ничего интереснее в жизни не видел. Я очень хочу увидеть остальной материал. Вот так я хочу сделать эту сцену и хочу сделать ее публично. Здесь с актерами. Почему нам здесь сцена за сценой не сыграть всего Гамлета? Отсюда получаются какие-то небольшие денежки. Мы можем на эти деньги что-то реализовывать и таким образом мы куда-то с вами уйдем. Это тоже идея. Поэтому я окрылен новым форматом канала. Значит, что касается Ютьюба, смотрите, я какие-то ролики буду выкладывать на Ютьюбе. Не знаю, буду ли полностью, частично. Там, например, половину лекции по Шекспиру, по экранизациям я выложил. Однажды в Голливуде не смог выложить даже половину лекции два с лишним часа. Я пытался выложить час видео для вас, чтобы вы могли ознакомиться. Мне Ютьюб не дает, потому что там очень много видеопримеров, очень много. Я их показываю на телевизоре, потом на телевизор я монтирую, накладываю записанный экран, и в хорошем качестве рядом со мной вы видите все это изображение. Это невозможно вырезать из ролика, потому что я рассказываю, торможу, комментирую, торможу, показываю. Это все вживую. Ютьюб не может это пропустить. Я не могу разместить даже половину ролика. Все лекции, которые были мной прочитаны, все три на данный момент, в записи есть у меня на Бусти по подписке в 350 рублей. Я понимаю, что это гигантская сумма в месяц за те материалы, которые на Бусти есть. Это сарказм, если вы не понимаете. Но тем не менее, на эти деньги я существую, на эти деньги существует этот зал, на эти деньги покупаются стулья сюда. И, кстати, нужно еще штук 15 в соседнее помещение. Неплохо бы еще телевизор один, потому что я из дома забрал, у меня дома телевизора нет. Вообще. Мне дома отсматривать фильмы не на чем. Это мой домашний телевизор, поэтому оно все существует на то, что я на этом зарабатываю. Поэтому мы столько лет уже я этим занимаюсь. Поэтому не пропадайте с экранов, приходите ко мне в зал, следите за анонсами, заходите на сайт, смотрите, какие там есть новости. Я подумаю, наверное, где-то я размещу какой-то календарь событий, чтобы вы могли вперед смотреть, что будет происходить, какие лекции и где. В Москву очень хочу заехать. Кстати, хорошая новость. Сейчас я веду переговоры, уже заканчиваю переговоры, мы подписываем документы, с, по-моему, Тверской театр драмы, неважно, региональный театр, настоящий драматический театр, они берут Ромео и Джульетту целиком в моем переводе для постановки. Сумасшедшая история мы сейчас подписываем авторский договор. Это любопытно тем, что они мою трактовку хотят брать. Не так, как это делал Тюз, который взял только части моего перевода. Нет, они хотят именно мою трактовку реализовать. Это офигительно интересно. Я буду освещать этот процесс постановки, я обязательно к ним поеду. И, в общем, ну, есть шанс увидеть Ромео и Джульетту уже даже в живом пространстве. еще репетиции не начались, пока мы только подписываем документы. Все. Мы остаемся с вами в процессе поиска себя. Мы пытаемся в ситуации, когда культура закончилась, сделать так, чтобы она не закончилась лично в нас. Потому что каждый из нас сейчас выбирает ему существовать в информационном шуме и принимать геноцид как единственно возможный способ поведения и деградировать до секса с животными и дальше по списку, либо сохранять в себе что-то человеческое и бороться за это. Вы думаете, это легко, это вообще нелегко. В сегодняшнем нашем мире оставаться человеком крайне нелегко. Это всегда было тяжело. На сегодня особенно тяжело. Над этим мы и работаем. Спасибо большое. вдохновленный всем сказанным и тем, что происходит. Я с нетерпением, как и вы, жду ближайших лекций. Я думаю, что сегодня у нас среда, в ближайший четверг, я хочу на четверг лекции перенести, я ничего не успею. Через неделю я что-то уже буду анонсировать, либо сегодня, либо завтра, я анонсирую лекцию следующего четверга. Спасибо. Ждем. Какой я? Чудный. Не говорите. Мне показалось, что чудный. чудный. КОНЕЦ КОНЕЦ